Доброго времени суток! С вами Дмитрий и вы смотрите канал LEGO Crazy Motion. Сегодня у нас очередное подготовительное видео к Сталкеру, ну точнее ко второй части Сталкера. Это первое подготовительное видео, может быть даже и будет последнее. Скоро уже, надеюсь, сделаю я мультфильм. Уверен, что сейчас та группа зрителей, которые особо не читают описания, а тыкают просто на видео, будут сильно разочарованы. Думали, что уже мультик, нет, еще пока не мультик. Мультик я еще делаю, еще в процессе. Кстати, если бы за фразу, ну когда же Сталкер, мне давали по одному рублю, наверное, я бы уже купил где-нибудь виллу в Майами. Но вопросы сыпятся, а деньги мне не дают. Итак, внимание, слушайте, мультик почти-почти сделан. Ну в том плане, что съемку я почти закончил, еще, правда, монтаж, озвучка и так далее. Короче, скоро будет, но еще не готов. Я, наверное, ссылку на это видео теперь буду давать каждый раз, как мне будут прислать вопрос, когда мультик, я буду ссылку на это видео кидать. Так, ну а теперь, собственно, давайте перейдем к сути нашего видео. Нет, еще не перейдем к сути. Значит, отдельно хочу сказать пару слов для тех ребят, кто любит лего и любит самоделки, конкурсы. Сейчас приближается Новый год, в декабрь уже чувствуется такая новогодняя атмосфера, улицы украшают, магазины украшают надписи. И, как обычно, в это время начинается череда новогодних конкурсов на разных каналах. Я пока свой еще не озвучу, он обязательно будет, но я хочу поделиться с вами информацией о конкурсе от наших друзей, от магазина Baby Brick. Полностью информацию о конкурсе вы найдете на страничке в моей группе ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Точнее, по ссылке вы найдете даже два конкурса. Первый, это нужно будет сделать самоделку, лего-машину, и вы сможете выиграть крутые призы. Второй розыгрыш, также от Baby Brick, это уже просто на подпись в группе. Короче, проходите по ссылке, участвуйте, и, возможно, под Новый год вы выиграете отличный подарок от магазина Baby Brick. Значит, еще раз, описание конкурса найдете по ссылке под видео. Ну, а теперь давайте перейдем, собственно, к сути этого видео. Значит, в съемках второй части у меня появятся новые герои. Новых героев нужно было как-то сделать, эти мини-фигурки, и мне нужна была помощь. То есть, я мог попробовать сделать из обычных лего-фигурок, подобрать что-то такое вот похожее под сталкера. Либо мне многие писали, делай кастомы, без кастомов, собственно, никак. Я согласился, что никак без кастомов не обойтись. Но кастомы я делаю не очень хорошо, если не сказать плохо. Я решил прибегнуть к помощи, скажем так, профессионала. Значит, в группе есть... У меня модератор или редактор, редактор по кастомам, зовут его Кирилл Лукин. Я считаю, что он вообще один из лучших специалистов по кастомам. И вот мне повезло, Кирилл согласился для моего мультика подготовить несколько кастомов. И если они хорошо будут приняты зрителями, то я думаю, что мы с ним договоримся. И в дальнейшем вы увидите кастомы от него в моих мультфильмах. Значит, он прислал мне три фигурки, сделанные им, ну, раскрашенные им. Сейчас я вам покажу их. Для начала упомяну, что у Кирилла есть собственный сайт. Но так как человек, он не очень предрасположенный к видеоблогингам, или как это правильно назвать. Короче, он сделал несколько видео обучающих. И там вы сможете найти, кстати, совершенно потрясающее видео на его кастом, обзор на кастом робота по имени Чапи. Сделано просто фантастически. Я думаю, что это видео покажет уровень мастерства данного автора. И если вам, кстати, не особо будет лень, то я бы попросил вас зайти, поставить лайк. Может, это простимулирует Кирилла, чтобы он делал почаще видео обучающих и побольше кастомов. Теперь давайте посмотрим, что он мне прислал. Значит, у меня в серии будет вот такая машина. Грузовик. В ней сталкеры куда-то едут. Собственно, появится сам сталкер. Сейчас мы снимем с него. Вот такого сталкера мы сделали. Вот такой вот кастом пришел от Кирилла. Как вы видите, у нас есть сталкер в классическом таком комбинезоне. Похож на комбинезоны, которые мы видим в игре. Рука как бы перебинтована. Перчатки. Рисунок, конечно, не профессиональная штамповка. Но когда вот так в лесу будет идти фигурка. В общем, мне очень понравилось, как она выглядит. Рисунок на руке. С обратной стороны, по-моему, здесь ничего нет. Я прилепил рюкзак. Ого. Не отлепляется. Да. С обратной стороны, короче, все равно ничего нет. И я чем-то прикрепил рюкзак. Не помню, чем. В общем, держится крепко. В общем, это первый кастом от Кирилла. Мне очень понравился. Причем, если попросить делать еще кастомы, то они все будут отличаться. Что, соответственно, очень-очень даже хорошо. Каждая фигурка будет уникальной. И это здорово. Так. Значит, это первая фигурка. Это у нас будет... Раскрою небольшой секрет. Спойлер или не спойлер. Короче, это у нас будет тот самый сталкер-проводник, который поведет нашего главного героя, или несколько главных героев, к Азису. Кастомный торсик номер 2. Значит, у нас это... Наверное, это бандит будет. Такой синий джинсовый костюм. Может, наемник. Ну, я еще не определился. Он, в принципе, с таким костюмом на бандита точно может подойти. Разберемся, пока я... Ой, рука выпала. Так, значит, по качеству, кстати. На удивление, я вот не умею так делать. Не знаю, чем он покрывает фигурки. Но после того, как нанесен рисунок, он, видимо, чем-то покрывает, потому что рисунок не стирается. И это очень даже хорошо, потому что при съемке я часто фигурку беру в руки, провожу пальцами. И если бы рисунок размазывался, то эти кастомы, конечно, не подошли бы ни разу. Но здесь все супер сделано. Практически как профессиональная печать. Вот по этой фигурке, кстати, даже и не скажешь, что это кастом. Так, если бы мне показали бы, я бы даже не совсем и не понял бы. Сделано очень круто, на очень высоком уровне. Спасибо, Кирилл, еще раз за фигурку. Точнее, за фигурки. Эту я еще не знаю, куда применю. Посмотрим. Кем-то она у меня будет. Ну и третья, последняя кастомная фигурка от Кирилла Лукина. Это, как вы уже догадались, долг. Очень крутые ребята. Военизированные, борющиеся с зоной. Ну и в очередной раз много хвалебных слов в сторону автора этой фигурки. Так, сзади ничего нет. Короче, видим мы отличный торсик. С отличным принтом это нельзя назвать. С отличным рисунком на торсике. Мне прям очень-очень нравится. Узнаваемый торсик долговца. Кстати, противогаз тоже он прислал. Немножко прокрашенный. В общем, фигурка мне очень нравится. Пояс, броня, рисунок на ногах. Короче, очень крутой долговец. Рисунок на плече. И здесь тоже. Короче, супер фигурка номер три. Итак, у меня три кастомные фигурки от Кирилла, которые вы увидите в мультике. Теперь, следующий момент. Кое-что еще хочу вам показать. Тоже, что прислал мне Кирилл. Но это он мне прислал в качестве подарка. Просто так, чтобы я не позорился. А позор мой был связан с гитарой. Я думаю, очень многие отметили мою пластилиновую гитару, над которой все посмеялись. В общем, да, выглядела она, конечно, достаточно глупо. Согласен, не сориентировался я. Как ее сделать? Можно было бы, наверное, из бумаги вырезать. Фотографию, не знаю, как-нибудь. Или из того же пластилина, но более красиво. Я не смог. Ну и слепил, как смог, так и нормально. В общем, для мультика сойдет, как посчитал я. Но многие зрители со мной не согласились. И по поводу гитары посмеялись. Так вот, Кирилл мне прислал гитару от Brickforge, кажется. И это шикарная акустическая лего-гитара. Ну, то есть лего-совместимая. Давайте на нее посмотрим. Это просто мега-мега крутой подарок. Теперь у моих сталкеров будет настоящая гитара. Давайте сталкер сейчас в руку ее дадим. Я, кстати, это еще никогда не делал. Как он с ней будет выглядеть? За гриф возьмет. Слушайте, выглядит очень круто. Сталкер с гитарой. Просто очень-очень круто. Да, это, в общем, значительно улучшит картинку. Ту пластилиновую теперь, я надеюсь, вы больше никогда не увидите. И теперь у сталкеров будет брикфорзовская нормальная пластмассовая гитара. Причем, она же шла без каких-либо рисунков. И вот эти вот, как будто по шарпанности царапины, износ. И рисунок, как на гитаре в лего, у сталкеров, это Кирилл нарисовал сам. Он еще меня спрашивал, какой рисунок найти там, в общем, в каком-то разрешении. Там какая-то женщина вроде была нарисована. Ну, в итоге поставили просто такое вот пятнышко, имитирующий рисунок. Потому что слишком маленький масштаб. Тут невозможно ничего нарисовать. Хотя он, по-моему, пытался даже. Вот, короче, у нас теперь есть суперкрутая гитара для мультика про сталкера. Вообще, очень зачетно. Ай! В общем, давайте Кирилла поблагодарим за такие потрясающие... Ну, за потрясающий подарок и потрясающие самоделки. Теперь еще от себя я хочу добавить следующие пару торсиков, которые хотел бы вам показать. Значит, выяснилось, что в лего ниндзя-черепашке, которые новые были по фильму, были вот такие вот торсики. И я понял, что для фильма сталкер они тоже отлично могут подойти на роль каких-нибудь бандитов. Очень хороший военный такой торсик с кармашками под обоимы Калашникова. В общем, думаю, что где-нибудь должен засветиться этот человечек. Еще парочка таких, по-моему, есть. Будет неплохой из него бандит. Узнали, да, фигурку из ниндзя-черепашек? Так, и последнее, наверное, что я хочу сказать, точнее показать. Это торсик главного героя. Нашего такого вот сурового человека, который рвется в зону посмотреть оазис. Я ему дал костюм во второй серии спецназовца от... Я вообще этот костюм купил на сайте Брикмания. Он шел вместе с БМП. Назывался как российский спецназ. Шли они в двух версиях. Вот бежевый и серый. Сейчас я покрупнее возьму. Вот такие вот фигурки продаются на сайте Брикмани. И называются они российский спецназ современный. Вот я посчитал, что бежевый очень даже подойдет под сталкера. И сделал нашего главного героя вот таким вот сталкером в спецназовской одежде. Здесь, кстати, идут завязочки под капюшон. Обвес. Фляжки какие-то, наколенники. Мне кажется, что должно прокатить на сталкера. А сам торсик и принты давайте рассмотрим на второй фигурке, которая была серая. То есть у меня одна бежевая, одна серая. Они одинаковые, только цветом чуть отличаются. Значит, вот так шла фигурка. Вот в таком вот черном шлеме. Долговцам можно будет отдать. Значит, спереди все то же самое. Начало капюшона завязки. Обвес. Подсумки какие-то, наколенники. И с обратной стороны у нас здесь рация. Рюкзак типа сухарника. Капюшон свисает. И принт на ногах с обратной стороны. На руках ничего нет. Вот такие вот торсики есть. Я их буду использовать тоже. Вот серый еще не решил куда. Кстати, может тоже сталкером отдам. Просто могут они отличаться по цвету. Почему нет? И уже перед тем, как попрощаться, я вспомнил, что еще одну вещь хотел показать. Есть такой человек в супергероях. Называется он Соколиный глаз. Знаете такого, уверен. Так вот, посмотрите внимательно на его торсик спереди. Он вам кого-нибудь напоминает из мира сталкеров? Вот тут я, наверное, даже больше посоветоваться хочу. Мне кажется, что он должен идеально подойти под долговца. То есть, если у нас первый долговец от Кирилла такой, а второй, скажем так, другая модификация комбинезона, например, вот как у этого Соколиного глаза. Конечно, сзади, может быть, лук и стрелы, ну, колчан со стрелами вообще не в кассу. Но сзади же можно пока и не смотреть. А спереди, мне кажется, что на долговца очень похож. У меня есть несколько Соколиных глазов. И если мы придем к такому мнению, что вот этот торсик на долговца подойдет, то тогда я буду их использовать в качестве долга. Но вот я склоняюсь к тому, что должен подойти. То есть, какую-то ассоциацию вызывает. Красная, черная, комбинезон. Естественно, руки я поменяю. То есть, руки оголенные, конечно, я не оставлю. Я поставлю черные, вырву у кого-нибудь и поставлю сюда. В целом, мне кажется, что... Давайте сейчас шлем напялим. Вот, если руки еще черные сделать, мне кажется, что на долг прям очень хорошо прокатит. В общем, хочу послушать ваше мнение. Пишите в комментариях. И решим, ставить такие торсики от супергероев в мультик или нет. Вот, значит, по самому мультику. Тут вы видите у меня какую-то сцену. Где-то в зоне или на подъезде к зоне. Заброшенный дом. Еще один разрушенный дом. Какая-то вот автобусная остановка. Я такую попытался сделать, как в советские времена. С желтым таким вот знаком. Ну, правда, он так вот висел, но не суть. Так, о, теперь так висит. Вот, кто такие помнит? Ну, вряд ли кто из вас на самом деле помнит. Все, спасибо за просмотр. Я вам показал подготовку ко второй серии, которая активно снимается уже на завершающей стадии. Показал вам супер кастомы от Кирилла. Заходите на его сайт. Мотивируйте его к новым подвигам своими лайками. Можете подписываться. Он видео не часто выкладывает. Но, может, как раз это его действительно простимулирует на новые видео, на видео уроки. И чтобы он активнее делал кастомы для нашего мультика. Ну, а больше мне сказать нечего. Показал я вам все, что хотел. Все, теперь пойду дальше снимать мультик. Вам желаю побольше терпения. Дождитесь все-таки. Не мучайте меня вопросами. Скоро все будет. Все, до новых встреч. Увидимся на канале. Счастливо. Пока.